на фоне горы Арагац начинаю свою видео сессию для вас друзья для форума между виноградарей виноградной лозы я Ерем Аракелям приветствую вас здрасте уважаемые форумчане значит сегодня хочу показывать как я буду обрезать и подвязывать мои кусты рыкоцители технический сорт вот нахожусь естественно в своем молодом участке уже поняли что тут только рыкоцители растет ну вот почему я именно решил это показывать потому что потому что хотел сначала показывать вам куст какое он состояние можно называть его куст монстром посмотрите сами убедитесь сами несмотря на приличный урожай прошлого года помните я много говорил сколько у меня было урожая вот такие кусты у меня сейчас теперь я буду их обрезать вы будете посмотреть делать свои выводы мне эта обрезка устраивает он для меня урожайная обрезка называется я получаю из этого куста нормальный урожай может понравится вам не понравится но факт то что мне устраивает такая обрезка ну что начинаем значит я буду поле использовать два ряда два провода первый ряд и вторую меня всего три провода это все буду показывать значит пока начнем обрезку дали все по порядку вот такие дела знать вот так смотрите я рукава заматывал эластичным бинтом иначе рука давно отвалилась бы вот уже болит не чувствую но зато заканчиваю я начал обрезку с большого участка 1 марта если честно я в этом году даже обогнал почему я рассчитывал 40 дней будет моя обрезка но в итоге если сегодня закончу то месяц вот так и дело еще хочу обратить на ваше внимание смотрите вот этого михича рвицами это как-то но мужик какой-то видеоролик показывал этими на ясенс про китайскую отводку так значит что я делал лозу пустил через землю тут у меня было свободное пространство то есть то ли под гербицей поле под косу попал в общем свободное место нет куста вот из этого куста я через землю пустил лозу это прошлом году имейте ввиду это прошлом году было значит тут уже корни будут но я его еще не отрезал пусть будет мне не мешает я отсюда прошлом году урожай получил там уже корни пошли и еще пойдут плюс в этом году тоже урожай возьму то же самое с того куста с того куста вон видно тоже такой китайским отводка вот короче два это тут два куста должно было вот я их восстановил пополнил значит очки уже набухли пошли наверно заметили его сын показывал ближе надо поаккуратнее чтоб очки не полетели а то смысла нашей работы так это первое рукава вроде порядок теперь это на второй этаж я вот стараюсь допустим если пространство больше свободного о видите уже пропала вот она все и вверх на пропала черт не и такое бывает что делать опоздали так опоздали вот стараюсь на две почки если допустим место свободное то и три и четыре но это зависимости короче с каждым кустом разговариваю скажем так вот это такой головной боль и думать и руками и мозгами ну сами наверное знайте что это такое но тут у меня получается больше этих рукав будем уже выбирать у меня прошлом году даже 6 было сейчас мы будем поаккуратнее будем обрезать будет плохой другую будем использовать тут при укрытии вон некоторые поломали еще на толщину вот хочу обратить на ваше внимание совсем случайно я сюда виноград посадил желание не было но не знаю как получилось в общем посадил я не знал что у меня такая замечательная почва тут просто не знал раньше было полностью забыто деревья абрикоса ну не респектабельный оказался абрикос перешел на виноград оказывается надо было тут раньше перейти на виноград потому что для ремонт вот эти черные подушки видите вот кости знает что это но многие из вас тоже и такое есть это от серая гниль то ли ну да от серой гнили не я эту рукаву скорее уберу это не то внизу мощно идет я его уже нагрузил но пока я буду обрезать три подвязки посмотрим что надо с ним делать а пока давайте первым делом я обрежу это все почистим отходы и будет уже видно картина что с ним делать ну за это время надо еще разобраться что и кого еще рукава есть мощная это уже можно посередине немножко густовато будет но работа не на количество не особо качество сахар наша природа это минимальный сахар 80 18 дрикс гарантирует нас несмотря на нагруженность куста раз 18 нашим заводом устраивает почему не работать раз на этом живем тем более куст позволяет себя тащить на себя такую нагрузку ну сами видели не скорее давай я его уберу не надо у нас ну вот вроде 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 значит что у нас получилось раз два три четыре так вроде да теперь отпущу я провода а значит эти столбик когда вставили нижний провод чуть чуть ниже получилось но не критично и не смертельно опасно так берем волшебный инструмент подвесчик обычно в таких случаях я вот несколько раз в одном месте вот допустим тут три это значит пошел сюда на второй провод ну тут на три я секатор у меня гарден совсем недавно кончик сломал пришлось восстанавливать и это немножко укоротил и одну чтоб чтоб совпало вот ну мощная рабочая лошадка скажу если в магазине встречу такое то еще куплю в запасе пускай будет ну вот у меня приблизительно вот так вот получилось немножко густовато ну можно хотя бы эту снять убрать а это ну эту можно снять можно и эту значит раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять это если по две почки уже двадцать почек так переходим сюда ну приблизительно так раз два мне еще раз говорю ленты скоба не жалко мне жалко если пропадет пропадет урожай так это можно сюда получать эту нижнюю часть давайте уберем так это значит первый ряд у нас готово теперь лава очень скайне сипорзнем но если не шаринка лавану шадыш проводные где то это вот так вот мы будем крутить уже опа где то ну приблизительно приблизительно вот такая картина будет вот побел из этого монстра что будет значит зеленые операции особых проводить не буду я у меня вот проблема была в этом воду при обрезке что вот именно снизу отсюда вот когда молодые зеленые побеги пойдут их надо просто убрать оставить два три штуки это чисто как запас мало ли с рукавом что-нибудь случится хотя бы замену иметь но эту процедуру я не провожу который нужен обязательно почему вот сейчас при обрезке я лично время трачу теряю чтоб их убирать чистить вот эти вот ну лозы они уже выросли они уже мешают они уже лишние я вот уже раз тут запас оставил одну ну отсюда вот обрезал тоже почка есть ну и снизу много пойдут это я знаю это не первый год в общем надо все это чистить и оставить всего два или три для себя для запаса еще раз на всякий случай мало ли с ними что-то случится еще обратите внимание плач виноградной лозы вот плачет надо было обрезку раньше начинать ну сами понимаете в этом участке 1200 кустов вот и 1200 кустов обрезать одному человеку сами понимаете это не день не два не три тем более такие кусты монстры вот такие вот теперь ну в принципе гора Арарат не видно теперь ооо где то там за столбой уже облака закрыли на фоне ну уже в облаках на фоне горы Арарат это уже для Вардана для моего земляка который так сильно захотел гору Арарат и Арагат увидеть ну что удачи вам тепла вам скорее чтоб снег оттаил и скорее чтоб у вас пошла весна и занялись бы такой прекрасной работой как я сейчас занят я эту работу люблю мне эта работа нравится вы тоже мне нравитесь я всех вас люблю и уважаю здоровья вам друзья удачи вам и скорее тепла и весны вам до свидания спасибо спасибо спасибо